Все выперли, ребята. Не знаю, сдержусь, не сдержусь, я не знаю. Родители дома. Родители дома. С родителями я не общался долго, больше чем пів года. Волчанский район попал под оккупацию. И было связи, я не мог с родителями разъединяться. Родители дома. Тут же ж, вот, вылез також тут. Закинчив школу. Все, моя школа, в которой я навчался. Все 11 классов, 11 лет. С этой стороны она разбита. После школы я пошел сразу на военнослужбу. До военнослужащих лав Украины. И так пошла моя служебная карьера. Уже 10-й год. Моим отец погрожали. Батька катували. Вот так вот и получилось. О! Уже танецкий флаг. Все выперли ребята. Не знаю, сдержусь, не сдержусь, я не знаю. Родители дома. До стола. Не знаю. Нет, blast камни сейчас. Неbauй��. Всё нормально. Всё нормально. Каждый был май дом и я ей. Не так все пор archive. давно наказ на наступ сприйняли скажем так на эти эмоции не поддаются все люди місцевые чугуевский купенский харкевские и коли мы четыре месяца вот просто стримовый каждый день обстрелы обстрелы бачимо людей богатого двухсотых было на жаль цивильных в этом же селе где мы находимся и тут когда мы уже с места двигаемся вперед это просто эмоции просто не очень позитивно затриманным боевого распоряжения штаб спланировал наступ наступ заучивши кілька штурмовых групп кілька штурмовых групп при поддержке власной артиллерии тобто цими наметами вот и штурмовые группы 7 числа почали в напрямку василенкова василенкова все хлопцы спрацювали на ведьминно понятно давайте пройдем не разувайтесь не надо что тут а приезжали да присували батька да насколько я знаю а то и вот где ритя дум а да все хорошо хорошо все будет хорошо молодец хиры украины а виталий сапов смывся в рашку до ну он же опер там да насколько я знаю я знаю я тоже хотел украину защищать ссо он хотим ты еще маленький макс да серьезно он качается занимается ты сейчас так поддерживаешься я знаю что мы сюда приедем обязательно приедем и мы сюда пришли мы это сделали вместе с усилиями всех это тяжелый максимум труд это все потом кровью и слезами зарабатывалось но не напрасно и не зря насколько взагалі роль теробороны в боях за Харків за Харківскую область была важлива ну как показал опыт уже піврока військовых частин теробороны то я думаю что это очень правильно что они были сформированы потому что они сформированы вот если я говорю предсвейба 125 про військовую часть она была сформирована с нуля абсолютно с нуля из тех хлопцев которые непосредственно живут в Чуловицком районе то все кто пришел даже не разумеют там будут там выплачивать заработную плату там не будут там как там ешь а там харчат они пришли оборонить свою землю где они живут и это есть лучшая мотивация или будь будь какие там захочения потому что захочем у своих родных свою родную землю своих родителей которые живут непосредственно на этой территории а насколько важливо то что они знают эту местность как показала практика это очень важно потому что много кто там любителей охотников там этих моментов то есть эту территорию ну как мы видим что орки еще я користуюсь картами 63-х годов где там в Харьков даже старое северное садо не нанесено ну я не розумею как это можно воевать тому а наши хлопцы знают каждую тропинку каждое дерево поэтому мы сможем как показал у пациенту контрнаступу маленькими группами оперативно продвигаемся к крутой территории яку знаем не плачь не плачь иди он машине подарок забери там бежи черная машина вот и так что ж ты что брат мим младший у да ридный да оба ридность сколько ему ему 10 все нормально все хорошо что вот плачешь все хорошо что страшно немало все хорошо чего все хорошо где ты шатаешься что у тебя дома немало что что подождать и мозги переполняют все хорошо ну плотчем давай что ж ты мне кидаешь шо это богдана расскажи что это значит запернул это русская машина которая горит это флагами да ты когда рисовал когда рисовал возглавшей年前 молодец молодец да молодец не посвятил богдане ну расскажи что ты ощущаешь зараз когда брат повернувся я скучал я люблю я его жителям Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok